Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров посетил российское производственное объединение «Албис». Смотрите, вот этот фрагмент, на самом деле это часть фрагмента, он будет 16 метров по высоте. Семь юных жителей Ленинского городского округа получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Большая радость, но и большая ответственность тоже. Вы становитесь настоящими гражданами своей страны. В историко-культурном центре прошла встреча руководителей медицинских учреждений с жителями. Рассказываем о нововведениях, о работе у наших учреждений и готовы всегда отвечать на вопросы жителей. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Станислав Катаров побывал на одном из флагманских предприятий Ленинского городского округа – компании «Албис». На производстве трудится более 1200 человек, а в бюджет только Московской области завод платит ежегодно более миллиарда рублей. На экскурсию по цехам и шоурумам отправилась и наша съемочная группа. Не случайно одним из первых предприятий, которое посетил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров, стала компанией «Албис». Заниматься импортозамещением здесь начали задолго до того, как против России ввели санкции. Отделочные материалы, которые изготавливают на производстве, применяются при строительстве станций метро и торговых центров, стадионов и аэропортов. Смотрите, вот этот фрагмент, на самом деле это часть фрагмента, он будет 16 метров по высоте, и это будет реализовано, ну, надеюсь, будет реализовано в аэропорту города Хабаровска. Территория предприятия занимает порядка 15 гектаров, здесь трудится более 1200 человек. В компании есть конструкторское бюро, лаборатория контроля качества сырья и готовой продукции, собственный учебный центр. Если какие-то вопросы есть по продукции, тоже показано, рассказываем, для этого все необходимые средства современные, для того, чтобы показать и рассказать, у нас, естественно, существует. Ассортимент продукции насчитывает более 2000 изделий. Компания поставляла отделочные материалы для 45 станций метро, 30 аэропортов, 250 объектов медицины, 40 жилых комплексов. Многие разработки специалистов «Албис» уникальны и не имеют аналогов в мире. Это перфорионный лист, либо посвященная стирная сетка, дальше флис акустический и мат. Ничего, все, по большому счету, простое. Но работает это вот именно таким вот образом. Применение, начиная от тиров и кончая кино концертным залом в России. После посещения предприятия временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров отметил, что всесторонняя помощь предпринимателям является одним из приоритетных направлений работы руководства муниципалитета. Для нас очень важно, чтобы коллеги развивались. Вот сегодня мы, проходя по цехам предприятия, смотрим то, как работает предприятие, то, как оно настроено, и видим, что есть необходимость дополнительного развития. Поэтому я желаю компании развития, ну и всем предпринимателям Ленинского городского округа тоже движение вперед. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Семь юных жителей муниципалитета получили свои первые паспорта в торжественной обстановке. Главный документ гражданина России вручил временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Подробнее о мероприятии расскажет Наталья Буслаева. Вручение паспорта в торжественной обстановке добавляет этому важному событию еще больше значимости и, несомненно, запомнится надолго. Большая радость, но и большая ответственность тоже. Вы становитесь настоящими гражданами своей страны. Я желаю вам, конечно же, развития, успехов, чтобы вы росли, добивались высот. Большинство ребят признались в том, что с нетерпением ждали этого мероприятия. Так, например, Ярослав Гордиенко рассказал, что получение паспорта для него – это возможность почувствовать себя полноценным гражданином своей страны. Особую гордость испытывали родители, которые пришли поддержать своих детей в этот волнительный и важный момент. Первый шаг во взрослую жизнь. Впечатления очень, конечно, такие, когда увидел его паспорт. Необычные, что уже этот мальчик, который вчера под стол бегал, уже с паспортом, уже гражданин. Мне бы хотелось пожелать, чтобы он был достойным гражданином своей страны, чтобы он был целеустремленным, в меру любопытным, и чтобы у него все в жизни получилось так, как он задумал. Среди семи юных жителей, получивших свой главный документ, Вероника Мамчур оказалась единственной девушкой. Для нее получение паспорта – это прежде всего возможность работать. Уже сейчас 14-летняя видновчанка осваивает профессию психолога. Я буду поступать в медицинский колледж и поступать на психолога. С людьми нравится общаться. Проблемы чужие хочу исправить, чтобы жить лучше. Вместе с документом, удостоверяющим личность, ребята получили подарки и цветы. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. Министерство ЖКХ Московской области приглашает пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки по самым востребованным специальностям в сфере ЖКХ. С 19 февраля жители и сотрудники предприятий Подмосковья могут начать обучение на безвозмездной основе по следующим специальностям. Слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ, машинист насосных установок. Подать заявку на обучение можно тремя способами. На сайте Государственного автономного образовательного учреждения Московской области «Учебно-курсовой комбинат ЖКХ», на сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и по телефону 8 916 979 65 61 и 8 495 529 7477. В историко-культурном центре прошла встреча руководителей медицинских учреждений с жителями. Каждый желающий смог задать вопрос специалисту и решить наболевшие проблемы без визита к врачу. Как сейчас проходят встречи такого формата, узнала Инга Янчук. Встречи врачей Видновской клинической больницы с жителями округа за три года успели стать традицией. Ежемесячно каждый желающий может прийти и в формате прямого диалога со специалистами получить ответы на интересующие вопросы. Люди снимают напряжение, потому что иногда бывают частные вопросы, которые либо там задают после встречи, либо на встрече уже накипело. Они решаются очень быстро в ручном режиме. Встречи проводятся для того, чтобы наладить контакт с пациентами, которые прикреплены к лечебным учреждениям, ознакомиться с их проблемами и в режиме реального времени провести консультацию. Это помогает не только жителям, но и врачам в улучшении качества обслуживания. Рассказываем о нововведениях, о работе у наших учреждений и готовы всегда отвечать на вопросы жителей. Тем самым надеемся на открытый диалог с населением и стараемся улучшить качество оказания медицинской помощи у нас на территории. Кто-то приходит, чтобы задать вопрос по приему лекарств. Другие спрашивают, будет ли установлено в больницах новое оборудование. Есть и те, кто, пользуясь случаем, передает через главного врача благодарность медикам стационара. Еще хочу передать Падюхиной Юлии Николаевне, врачу-кардиологу. И это просто, я не знаю, это вообще. Она столько времени уделяет, она прямо разговаривает, вытаскивает всю информацию, помогает. Жители отмечают, что решать вопросы здравоохранения без предварительной записи в больницах и поликлиниках гораздо проще. Встречи мне очень нравятся, потому что можно задать любой интересующий вопрос. Можно кому-то пожаловаться, можно записаться. Встречу посетило около 40 человек. Специалисты выслушали и проконсультировали каждого. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во Дворце культуры «Видное» состоялась премьера спектакля по пьесе Вадима Гусева под названием «1925 года рождения». Режиссером-постановщиком стала заслуженный работник культуры Московской области Лариса Гейлис, а роль исполнили участники Народного театрального коллектива «ТВИТ». Все подробности в нашем следующем сюжете. Народный театральный коллектив «ТВИТ» уже на протяжении многих лет радует зрителей своими постановками. В день снятия блокады Ленинграда талантливые актеры представили спектакль по пьесе Вадима Гусева «1925 года рождения». Как только на сцену вышли участники спектакля, зал Дворца культуры «Видное» наполнился неповторимой атмосферой. И если вот здесь не бьется, не горит, то не получится искры, фейерверка, не получится вот той феерии, да, которая на сцене дает ту эмоцию, которая перекликается с эмоцией зрителей. Происходит не просто контакт, а происходит вот этот взрыв, который невозможно забыть, невозможно потерять. По сюжету действие разворачивается в 1941 году, когда началась Великая Отечественная война. Молодым 16-летним ребятам вместо школы пришлось ехать в Смоленскую область на трудовой фронт для того, чтобы рыть противотанковые рвы. В это время все их детские и юношеские иллюзии рассыпались, потому что нужно было выживать в тяжелые годы войны. Актриса народного коллектива «ТВИТ» Яна Иволева сыграла роль Зои. Если рассказывать про свою героиню, она очень такая ранимая девочка-девочка. И в том же время она прям вот, я готова, я всегда пойду на войну, я защищу всех, я вот такая вот готова навсегда, на все. И мне всегда помогают мои друзья. И моя героиня влюбляется в одного из друзей, но у нее есть еще очень близкий друг, который в конце погибает. Актер театра «ТВИТ» Арсений Рогозянский состоит в труппе с 2020 года. На его счету уже не одна роль в постановках коллектива. В спектакле 1925 года рождения он вжился в образ солдата Паши. Как сейчас помню, борщ и каша с тушенкой. Подкрепились мы и прям хоть в атаку поднимайся. Но это подлое немчура устроил нам симфонический концерт в виде артподготовки и авианалета. Помню, как грохнуло рядом, земля задрожала и все. У меня роль такого резонера, солдат, который приходит с войны, который на самом деле, потеряв руку в сражениях под Ленинградом, приходит передавать опыт молодым ребятам, которые собираются на фронт. Им по 16, по 15 лет, но они уже рвутся защищать свою родину. Для некоторых зрителей этот спектакль как память о семейной трагедии. Моя мама ленинградка. Она родилась сразу после войны. Ее мама и ее родная сестра полтора года были в блокаде. У моей мамы умер старший брат в блокаду. В общем, наверное, тема интересная для меня. Потом в этом году юбилей. Я сегодня поздравлял маму. В конце спектакля прозвучала песня Олега Газманова «Бессмертный полк». Зрители со слезами на глазах наградили бурными аплодисментами всех актеров, которые участвовали в постановке. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Гульнар Балаева, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова